Сплоченности и единства сегодня нужны и важны на всех уровнях, и таким объединяющим началом для нас, белорусов, является память. Страна масштабно отметила День независимости, людской поток святым для каждого места, море цветов, фейерверки и красивая традиция исполнения гимна всем вместе. Торжества с участием президента и важный посыл. Беларусь не позволит придать забвению подвиг героев, переписать историю и отказаться от прошлого. Оно научило нас ценить жизнь, мир и свободу. Сбережь их сохранить страну наш в святой долг. Яркие кадры и важные слова главного праздника страны в репортаже Ольги Онищенко. 7 тысяч километров и 14 городов Беларуси и России долгая дорога памяти. От Бреста, где все начиналось в горячие сороковые, через Россию до самой нашей столицы. Поезд памяти и его пассажиры будто снова прошли дорогами войны. Осмыслили события прошлого, задумались о будущем, где память, как прежде, священна и не подвластна временем. На самом деле это очень интересно. И не каждому ребенку удастся побывать во многих странах, городах и узнать их историю. Мы узнаем гораздо больше правильных источников о истории Великой Отечественной войны, нежели чем нам могут рассказать где-то в интернете. Беларуси, Россия, Армения и Кыргызстан. Уникальный проект о героизме советских солдат объединяет сотни школьников. От города к городу ребята заслушиваются историями тех, кто прошел дорогами войны, посещают памятные места, несут цветы к мемориалам. Курган славы им никак не пропустить. Он вырос на месте знаковых сражений, в которых решалась судьба Беларуси. Рукотворный памятник создавали сообща. Больше года пригоршни земли везли с разных концов большой страны. Земли, которая впитала боль потерь миллионов. Вновь и вновь к подножью Кургана приезжает президент. Почтить память и обратиться к нациям. Мы стоим на месте, где замкнулся Минский котел. Наступательную операцию «Багратион» по праву называют триумфом советского военного искусства. Эта битва вошла в историю как крупнейшее поражение фашистских войск во Второй мировой войне. Около 400 тысяч солдат, офицеров, генералов вермахта и СС были уничтожены и взяты в плен. Их показали всему миру. Провели позорным маршем по Красной площади, сразу смывая следы немецких сапог водой. Новоявленным нацистам не мешало бы пересмотреть эти кадры кинохроники. Они хотят забыть. Но мы с вами не должны это позволить. Это никто не должен забыть. Не должны забыть, чтобы не повторилось вновь. Тогда плечом к плечу здесь стояли все народы одной большой страны. Ни деля ни землю, ни победу. Ожесточенные бои, тысячи павших. Их подвиг не стереть и не предать забвению, как бы кто-то ни старался. Курганслава стал тем легендарным рубежом, откуда началось освобождение. Спасение столицы стало предвестником победы 45-го. День независимости отсылает нас к этому моменту величайшего триумфа – освобождению родной земли. Это мирное небо доставалось нам очень великой ценой, ценой жизни наших прадедов. И мы должны все вместе помнить об этом. Мы стараемся детям это показать, чтобы они помнили, потому что без прошлого нет будущего. Война преподала нам главный урок – мир и свобода бесценны. И эти взгляды разделяют все, кто причастен к защите Отечества. Наш главный праздник сближает и государство, и народы, потомков, поколений победителей. Будущее Беларуси создается вашими мечтами и желаниями, которые воплощаются в жизнь благодаря трудолюбию и ответственности каждого из нас. У нас с вами одна земля, одна страна. Наша Беларусь – это наша самая большая ценность. Они завещали нам беречь ее. Мы ее сохранили. Теперь ваша очередь, молодежи. Берегите этот клочок земли, другой у вас не будет. Беларусь сильна традициями давними и новыми. Большой театр приглашает из их числа. Вот уже несколько лет Александр Лукашенко в День независимости приезжает на главную академическую сцену страны поздравить и отметить лучших. Неслучайное искусство тоже приближало с 45-й. А творчество – среди прочих условий суверенитета. Мир очень хрупок. Да, мы живем под чистым небом, но в условиях войны. Войны информационной, экономической, в условиях беспрецедентных вызовов нашей независимости. И от вас зависит, каким будет завтра Беларусь, каким будет будущее наших беларусов. Скажу прямо, в погоне за громкой славой не теряйте чувства, меры и вашей личной ответственности. Перейти грань, за которой начинается чернуха и предательство, очень легко. А вот гораздо сложнее вернуть доверие. Я говорю о доверии всего народа. Вы должны созидать для народа и во имя мира. И здесь снова зазвучит «берегите свою Беларусь». Ведь слово тоже оружие. И порой не тихая память, а громкий набат. Люди искусства способны, казалось бы, на невозможное остановить время, зафиксировать момент. И эта летопись также не подвластна времени. Какой она будет – разрушительной или созидающей. Александр Лукашенко не умаляет значение искусства. Хочу обратить ваше внимание еще раз на тот хрупкий мир, который складывается вокруг нас. Будьте очень аккуратны. Не спешите. Не допускайте ошибок. Ошибки очень дорого обходятся обществу. Особенно ошибки творческих работников. Потому что за вами, за каждым, стоит много людей. Тысячи людей, которые смотрят на вас с надеждой. Берегите свою Беларусь. Надо нам сделать так, чтобы мы, и особенно наши дети, родные, близкие, не познали тех ужасов, которые переживают некоторые народы. К сожалению, родные нам и недалеко от нашей страны. Все в наших руках. Развитие, созидание, успех, выбор каждого и каждодневный труд. Но разве есть у нас иной путь, когда в мире развернулась настоящая борьба за выживание? Не зря ведь говорят, нет более трудной дороги, чем дорога независимости. Ольга Онищенко и Дмитрий Горкуши. Агентство Целиновостей.